Всем большой привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я вам расскажу про рецепт мешанки. Так как я в видеороликах часто говорю, что кормлю свою птицу, как взрослых, так и маленьких, мешанкой, люди часто задают вопросы в комментариях. Я, конечно же, отвечаю подробно, но всё равно. Я думаю, словами это невозможно объяснить хорошо, поэтому сегодня будет полный видеоролик про приготовление мешанки. Для начала нам понадобятся овощи. Это неважно какие. Можно картошку, капусту, кабачки. В общем, что у вас есть. Я обычно добавляю мелкую картошку, которая у нас остаётся при сборе картофеля. Потом всё это дело варим до полной готовности. Лучше овощи и фрукты переварить, чтобы они были мягкие. Далее, после того, как всё готово, добавляем сюда дроблённое зерно. Можно добавить дроблёнку ячменя, пшеницы, овса, кукурузы. А ещё лучше, если у вас есть какая-нибудь смесь. Лично у меня только ячмень. Тут самое главное не переборщить. Если переборщить с дроблёнкой, то у вас мешанка затвердеет и птица такую тоже не любит. А если добавите слишком мало, то она будет жидкая. Такую тоже птица не любит. Здесь самое главное найти среднее значение. Поэтому, если вы когда-нибудь готовили какую-нибудь кашу, это не важно, рис, гречка, то, думаю, вы с этим справитесь. Сначала добавляем так, чтобы она была такой немного жидкой. И по мере готовности она сама немного затвердевает. Если с первого раза не получилось, ничего страшного, то на второй, на третий раз у вас получится хорошая мешанка. Я готовлю в 20-литровой ёмкости. Это у нас, в принципе, хватает на 2-3 дня. И по истечении этого срока она заканчивается. Варю я её не каждый день. Неделю, наверное, один раз. В данный момент это так. Но в летнее время, когда птица растёт, птицы много, приходится варить каждый день даже. Вот, видите, по мере готовки она потихоньку сама начинает твердеть, потому что крупа, по-другому это вот дроблённая ячмень, начинает вариться. И она как бы увеличивается в объёме, поэтому жидкость уменьшается. Готовлю я примерно после добавления дроблёнки ну 10-15 минут. Опять же, здесь я по времени никогда не смотрю. Когда добавляете дроблёнку, нужно постоянно перемешивать. Я обычно не отхожу. Перемешиваю всё это. И как только она начинает уже твердеть, то есть становится очень густой, я её выключаю, закрываю крышкой, и она стоит до полного остывания и уже становится твёрже. Вот, это уже прошло несколько часов. Видите, она как настолько затвердела. Можно было бы даже немного помягче, но тоже хороший вариант мешанки. Здесь я добавлял картошку, отходы кабачков, помидоры, даже там пару яблок было, поэтому овощи добавлять вообще не бойтесь. Можно любые. Главное, чтобы всё хорошо сварилось. Вот, мешанка готова. Сейчас даём птице на дегустацию. Её у нас едят, вот как видите, и маленькие утята. Мы обычно её даём с трёх недель. И цыплята, и куры, и взрослые гуси-утки. В общем, всем она нравится. И собаке мы её даём. Обычно для собаки варим точно так же, но ещё туда добавляем какие-нибудь мясные отходы. Потому что собакам белок нужен, хищники всё-таки. При расклёве птицы также можно варить мешанки и добавлять туда какие-нибудь мясные отходы, фарши. Но добавлять я рекомендую уже в готовую мешанку. Потому что при варке всё равно какие-то необходимые витамины там исчезают. Вот такой вот рецепт. Если вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, какие каши варите вы.